Всем привет! И пока у меня готовится к запеканию жемловка, видео, которое вы найдёте в моём плейлисте «Я на кухне». Жемловка – это сладкий десерт чешский, очень популярный тут. Я готовлю ужин. Называется «Райска омачка» с мясом и пасту. Макаронами любыми. «Райска» от слова «райчата» – это помидорки. То есть мы приготовим такой помидорный соус на мясном бульоне. И, конечно же, должно быть мясо какое-нибудь. В этот раз у меня... Вообще-то это готовится из говяжьего мяса. Я с морозильника вытащила мясо косули. Сейчас сезон косули, мясо косули, но это необычно в магазинах. Это просто в магазинах, где продаётся дикий зверь, там рыбы. В смысле, вот такие специализированные магазины. И купила я вот такое кусище мяса. Сейчас я его в скороварке отварю. Значит, туда закинем лавровый лист с нашего сада. Закинем туда пару... Этих, как сказать, парушек, точек горошин чёрного перца. И закинем... Я не знаю, как по-русски это называется, девочки. Если кто знает, скажите, что это вообще такое. Это как будто чёрный перец. Он покрупнее выглядит. И у него такой чуть-чуть сладковатый вкус. Он называется здесь новые корени. Вот такие вот горошины. Они намного крупнее обычного чёрного перца. Сейчас это всё туда закину. Посолю в воду. И буду варить до готовности вот это мясо. И постепенно расскажу вам, что делать дальше. Нам понадобится почти килограмм помидор. Могут быть разные. Большие, огромные. И вот такие маленькие. Я собрала всё, что у нас было на грядках. Разные. И такие вот у нас есть. И вот такие побольше. Это всё надо помыть. Ошпарить горячей водой. И очистить. Короче, бланшировать. Очистить кожуру. А также подготовить лук. Нарезать и поджарить лук. И я всё вам постепенно расскажу, как и что делать. И я уверяю вас, этот обед, это блюдо, оно очень-очень такое летнее. Его готовят как вот из свежих помидорок летом, так и зимой готовят из томатного... Как сказать? Из томата, да? Из этого. Я уже забыла по-русски, как это назвать. Короче, из томата консервированного. Как целого, так и просто томат жидкий. Вот. Но я предпочитаю из свежих помидоров готовить, чем из каких-то консервированных. Всё. Я приступаю к готовке ужина и буду вам рассказывать постепенно, что и как. Что мы делаем? Нам нужно нарезать лук, пожарить его. Потом туда добавить очищенные от кожуры помидоры. И смесь с лавровым листом, солью, перцем. Это всё до мягкости готовим. И потом размиксовываем в миксере всю эту смесь до гладкой консистенции. У меня тут варится мясо и поэтому в скороварке. И вот поэтому такой огромный шум. И я сварила к этому блюду, подаётся вот такие вот макарончики. Ну, а вы можете выбрать любой формы макарончики. Мы предпочитаем вот такие вот. И размиксовываем сейчас это в миксере. Так. И добавляем сахара по вкусу. Это омачка или соус должен быть сладковатым. А потом для того, чтобы было более густым, добавляем туда бульон. И добавляем одну сметану, чтобы загустить эту омачку. А также, чтобы придать ей больше ещё сладкости и гладкости. Я покажу, что будет встать. Такая вот густая масса. Довольно-таки густая. После того, как вы размиксовали всё это в миксере. Помидоры, пожаренные на луке с солью и перцем. Конечно же, не забудьте лавровый лист. Перед тем, как будете размиксовывать, вытащить из вашей омачки. Мясо у меня вот уже скроварка доварила, надеюсь. Сейчас я проверю, готово ли мясо. И если мясо готово, я сюда налью определённое количество бульона, чтобы не было так слишком густым, но и не было как суп совсем. Средней густоты должно быть, потому что, когда мы туда ещё положим сметанку, то она загустит ещё как-то эту смесь. И по вкусу придаём сахар, значит. Должна быть омачка, то есть соус должен быть сладко-кисло-солёненьким. Вот такой должен быть вкус средний. Ну, это как мука. Кто-то придаёт даже уксус чуть-чуть. Но в этот раз уксус я давать не буду. В прошлый раз я давала уксус, он вообще в этом не чувствовался. А помидорки, так как они сами свежие помидоры, то они сами с кислинкой. Так что не нужно уксус передавать. Сейчас я посмотрю на своё мясо и потом покажу вам всё, как на тарелочке. Уже надо раскладывать это блюдо на тарелку. Вот выглядит это чешское блюдо. Куски мяса, значит, пасту какую-то, залитую вот этой омачкой. Получилось вкусно. Она такая посветлела, потому что туда добавляется сметана. Если сметану не добавите, будет, конечно, более яркий красный цвет. А если готовится эта омачка с консервированных помидор, то, конечно, цвет бывает намного интенсивнее. Но так я иду кушать, то есть ужинать. И всем приятного аппетита! Готовьте с радостью и любовью! Всем пока!